Седьмой класс, двадцать первая серия. Окружность. Окружность – это геометрическая фигура, состоящая из всех точек, расположенных на заданном расстоянии от данной точки. Эта данная точка называется центром окружности. Если соединить центр окружности отрезком с какой-либо точкой на окружности, то получится отрезок, называемый радиус. Итак, ОА – радиус. Хорда – это отрезок, соединяющий две точки окружности. Хорда, проходящая через центр окружности, называется диаметр. Длина диаметра – это удвоенный радиус. Дуга – это часть окружности. Дуга АВ – часть окружности. Первая задача. АВ – диаметр окружности с центром в точке О. АС и БД равны хорды. Давайте построим хорду АС, отрезок, соединяющий две точки окружности, и хорду БД. Длины этих хорд равны. То есть АС и БД – это равные хорды. Надо сравнить угол АОС и угол БОД. Давайте построим радиусы ОД и ОС. И надо сравнить угол АОС и угол БОД. Давайте рассмотрим треугольники АОС и БОД. Эти треугольники равны по третьему признаку, по трем сторонам. Потому что ОА, ОБ, ОС и ОД – это радиусы. Причем радиусы одной и той же окружности имеют одну и ту же длину. По условию задачи хорды АС и БД равны. Значит, эти треугольники равны по третьему признаку. Соответственные элементы будут равны. Значит, углу АОС соответствует угол БОД. Значит, эти углы равны. Вторая задача. Отрезки МН и ЕФ – это равные хорды. МН, ЕФ – это равные хорды одной и той же окружности с центром в точке О. ОП перпендикуляр к МН, а ОД перпендикуляр к ЕФ. Известно, что угол МОН имеет градусную меру 60 градусов. Надо найти угол ЕОД. Давайте рассмотрим треугольник МОН и треугольник ЕОФ. Равные элементы в этих треугольниках ОМ, ОН, ОЕ и ОФ – это радиусы одной и той же окружности. Они равны. По условию задачи. Хорды равны. Значит, хорда МН имеет точно такую же длину, как хорда ЕФ. Значит, треугольники равны по трем сторонам по третьему признаку. По условию задачи ОП и ОД – это перпендикуляры. Причем перпендикуляры, проведенные к основаниям равнобедренных треугольников. Значит, это будет высота, медиана и биссектриса. Если градусная мера угла МОН – 60, значит, половина от этого угла будет 30. Угол ЕОФ тоже 60, а половина от этого угла – 30 градусов. Значит, угол ЕОД имеет градусную меру 30 градусов. Третья задача. Могут ли три окружности иметь ровно четыре точки пересечения? Да, могут. Вы видите на рисунке три окружности. И точек пересечения будет ровно четыре. Вот красным цветом показаны четыре точки пересечения, которые имеют вот эти три окружности.